Здравствуйте! В эфире Итоги на своём. Меня зовут Никита Шишков и давайте вместе обсудим, чем запомнится эта короткая рабочая неделя. Вот несколько главных тем. Миллионы квадратных метров жилья. Как изменится Ставрополье в грядущие годы. Снегопад и мороз. Самые холодные дни этой зимы. И современная утилизация. Когда освоим переработку отходов. Это если совсем кратко. Ну а теперь полный анонс выпуска. Белая шапка. Как чувствуют себя зимы под слоем снега? И какие виды на будущий урожай? Холодное зрелище. Краевые спасатели показали, как выбраться из полыньи. Его позвало небо. В Ставрополе открылась выставка к 90-летию со дня рождения лётчика-испытателя Олега Гудкова. И как не угодить в кювет на заснеженной дороге? Несколько автосоветов расскажем далее. Итак, мы начинаем. На Ставрополье за 10 лет планируют построить 14 миллионов квадратных метров жилья. О масштабных планах рассказал губернатор Владимир Владимиров. Главя Минстроя России Ирику Файзулину встреча состоялась в Москве. Обсудили вопросы, которые связаны с работой строительного комплекса края. В том числе в части реализации нацпроектов. Прозвучало, что на Ставрополье за прошлый год больше миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию. Это хороший показатель. Он превышает необходимый индекс. Такими же темпами регион будет строиться и дальше. Однако это потребует развития коммунальных сетей. Владимиров представил федеральному министру проекты по модернизации объектов водоснабжения и канализации в Ставрополье, Михайловске, Кисловодске и других территориях края. Задача одна это выполнение национальных проектов, которые достижены национальных целей, которые нам указал президент наш Владимир Владимирович Путин. Мы обсуждали сегодня подходы к строительству. Обсуждали необходимость сегодня помощи регионам в части обеспечения инфраструктуры строящихся объектов, особенно по жилью, потому что это очень важно. Кроме этого обсудили новые объекты, которые должны войти в программу развития Кавминвод. Это водоводы и очистные сооружения, которые необходимо отремонтировать или только построить. Все предложения будут проработаны в Минстрое России. Ну а край на этой неделе вновь накрыл сильный снегопад и морозы. И то, что проблема для коммунальщиков, спасение для фермеров, снежный покров защищает озимое от сильных морозов и питает почву влагой. В таких условиях растения дают хорошие всходы, а значит растут и шансы на достойный урожай. Леонид Начапуренко отправился на заснеженные поля и проверил, как зимуют зерновые. Мы находимся сейчас на поле озимых, озимая пшеница. Сейчас откопаем, посмотрим, в каком состоянии она у нас находится. Агроном Вадим копает усердно. По-другому до озимых всходов сейчас не добраться. Они плотно укрыты снегом и, похоже, отлично себя чувствуют под таким природным одеялом. Земля у нас, как видно, не подморожена. Это очень благоприятно. Смотрим растения. Заморозки как бы не повлияли. Если повлияли заморозки, вот тут были бы желтые пятнышки. Год назад ставропольским аграриям по неволе пришлось изучить, что такое зимняя засуха. Влаги на полях не хватало катастрофически. Отдельные участки приходилось перепахивать, так и не собрав урожай. В этом сезоне озимые тоже чаще всего сеяли в сухую почву. Но дальше дела наладились. Обильный снег выпал в декабре. И вот теперь конец февраля порадовал новой порцией осадков. Прогнозы на урожай, я думаю, будут хорошие. Оценивать не будем, но посмотрим в дальнейшем, что нас ожидает. В связи сейчас с заморозками у нас. С заморозками доходят ночью до минус 20 градусов. Вот снежный покров очень хорошо помогает растениям и спасает их. Несколько дней назад было потепление, на поверхности снег растаяло, затем ударили морозы. За счет этого верхний слой превратился в такую вот твердую ледяную корку. Это опасно, если происходит в непосредственной близости от посевов. Но за счет того, что осадков было много, растение сейчас покрывает такой рыхлый, мягкий снег. Он оберегает озимые от излишне низких температур. Если измерить уровень, то получается около 10 сантиметров. Это хороший показатель, это уже не приговор. В целом же по краю этот показатель варьируется от 5 сантиметров в восточных территориях, где по суше до 25 сантиметров там, где снегопад оказался особенно сильным. В начале февраля отмечались теплые дни, что способствовало временному возобновлению вегетации и озимых культур. На сегодняшний день зашедших посевов на территории края 85%. Важно помнить, что благоприятная погода дает возможности, а задача агрария в грамотно их использовать. Например, ответственно подойти к внесению удобрений и химикатов, которые защитят растения от болезней и вредителей. Впереди много работы. Леонид Нечапуренко, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. Да, последняя неделя календарной зимы все-таки дает о себе знать. Ночь со вторника на среду и вовсе выдалась самой холодной за сезон. Ну а вот так выглядит снежная карта региона. Данные опубликовал Ставропольский гидромедцентр. Самый большой показатель высоты снежного покрова в краевой столице больше 24 сантиметров. Можно сказать, что Ставрополь принял на себя основной удар. Замело также север региона. Там высота снега от 18 до 23 сантиметров. В центральных округах края ситуация более благоприятная. 6-11 сантиметров. Ну а на востоке Ставрополья снега меньше всего. Синоптики уверяют, что таких обильных снегопадов больше не предвидится. Ну и будем надеяться, что этих осадков было достаточно для хорошего урожая. Ну а впрочем, короткая рабочая неделя совсем не выдалась таковой у коммунальщиков. Приходилось в круглосуточном режиме убирать дороги, дворы и посыпать это все противогололедной смесью. Только за праздничную трехдневку на магистралях края оказалось больше 10 тысяч тонн песка и реагентов. А так, как приводят в порядок дворы Ставрополя, проверили специалисты жилинспекции. Жамиля Ибрагимова тоже отправилась в рейд. Пенсионерка Любовь Семеновна после снегопада выходит на улицу в лучшем случае раз в три дня. И то за продуктами. Не разгуляешься там сейчас, говорит. Коммунальщики в их дворе снег почистили, но к качеству работ у жильцов остались большие вопросы. Ой, плохо чистят, очень плохо. Вот даже вот бровку вот, ну трактор прошел, а бровку не это самое, не почистили. И машина идет, а тебе некуда стать совсем. За уборку снега у домов отвечают управляющие компании или ТСЖ. На коммунальщиков, которые работают не на совесть, жильцы этой многоэтажки нашли управу. Обратились в жилинспекцию. Специалисты выехали по адресу, оценили качество работ. В снежную погоду количество таких обращений в одном только Ставрополе выросло в разы. Поступило 71 обращение по некачественной уборке придомовой территории от снега. По всем обращениям заведены проверки в соответствии с 294 МФЗ 59. И инспектора сейчас отрабатывают. Вот на сегодняшний день у нас запланировано больше 30 адресов в инспекторов, которые необходимо проверить. А это специалисты приехали в один из дворов в юго-западной части города. Перед глазами открылась такая картина. Нечищенные дороги, заснеженные отмозки и подходы к подъездам. Ходить особенно тяжело мамам с колясками и пожилым людям. Снежная каша во дворе тормозит работу и важных служб. Из-за того, что дороги на придомовой территории не чищены, во дворе стоят вот такие полные мусорные контейнеры. И людям уже некуда складывать скопившиеся отходы. Все дело в том, что из-за снега затруднено движение, и мусоровоз сюда элементарно даже не может заехать. Инспекторы предупреждают, что таким безответственным коммунальщикам придется раскошелиться. За некачественную уборку придомовых территорий им грозит серьезный штраф. Для ТСЖ это статья 722 от 40 до 50 тысяч рублей. Для управляющей компании это часть 2, 14.1.3 от 250 до 300 тысяч рублей. А вот к этому двору у инспекции претензий не нашлось. Это образец того, как надо работать. Трактор здесь орудует с самого утра. Управляющая компания старается ответственно подходить к уборке придомовой территории. Пока мы до момента убираем, потом мы вывозим снег. Где ближе к садикам, куча остаются уже, тогда мы уже начинаем вывозить снег. Тех, кто должен заниматься уборкой снега в многоквартирных дворах, глава города Иван Ульянченко призвал серьезно исполнять свои обязанности. Меж тем он отметил, что коммунальные службы Ставрополя продолжают расчищать дороги и вывозить снег с дорог и тротуаров. Конечно же, днем работа затруднена, потому что много общественного транспорта, много личного транспорта передвигается по территории города Ставрополя. Поэтому там, где это возможно, мы работы проводим днем. В основном же работы проводятся ночью. Так что уже скоро город забудет о заснеженных тротуарах. Поможет в этом дорожникам и погода. Уже на днях придет весна, которая принесет с собой и заветное потепление. А еще заморозки и сильные снегопады в последние недели создали обманчивое впечатление безопасного и толстого льда на озерах и реках. Только за минувший месяц на воде в крае погибли два ребенка. По этому поводу на Комсомольском пруду в Ставрополе прошли показательные учения спасателей. Как не стать заложником ледяного плена, расскажем далее. Это только специалисты погружаются в холодную воду спокойно и без страха. Тут и опыт, и спецкостюм в помощь. Обычному прохожему, провалившемуся под лед, сохранять хладнокровие, ох, как непросто. Хотя именно это и советуют спасатели в первую очередь. Дышим глубоко и движемся в сторону, откуда пришли. Как минимум пять минут на спасение себя у вас есть. Братцы за лед. Но у братцы так, чтобы вы делали максимальную опору. То есть опираться или грудью, или руки вот так ложить, чтобы могли вылазить. Чем больше опора, тем у вас будет больше шансов вылезти. Если вы уже на лед забрались, то есть не уменьшать площадь, двигаться лежа на бесовластное расстояние. То есть если берег рядом на берег, или отолзли максимально от трещины, тогда уже вставайте и уходите. Тому, кто бросится спасать утопающего, тоже нужно быть осторожным. К полынье также движемся ползком, протягивая вперед веревку, палку или даже шарф. Главное распределить вес на максимально большую площадь. Кстати, лед всегда обманчиво прочен, так что даже зимним рыбакам специалисты советуют заранее протянуть бельевую веревку от берега к лунке. Спасатели говорят, что безопасная толщина льда начинается от 7 сантиметров. Но в нашем регионе, пожалуй, и не бывает такой зимы, чтобы вода успевала достаточно промерзать. Для сравнения, вот лед комсомольского пруда. Несмотря на две недели зимы и 20-ти градусный мороз, тут максимум 4,5 сантиметра. И в этом вопросе уж точно не стоит полагаться на авось. Поводом для внеочередных показательных учений по всему краю стала трагедия в Буденновске на прошлой неделе. Подо льдом озера Буйвола погибла 11-летняя девочка. И сейчас, в преддверии оттепеля, водоемы представляют особую опасность. Те службы, те группы, которые находятся на водоемах, они непосредственно на этих водоемах несут дежурство. Если Левокумская СГ, она сейчас непосредственно вместе со спасателями муниципальными Буденновска, они патрулируют и буйволу просматривают. Раньше как было, что кататься на льду там на коньках. И родители так же было. Но раньше были и морозы. Сейчас нет безопасной толщины льда. А еще спасатели предупреждают любителей эффектных фотографий на природе. Позировать на льду тоже не стоит. Да и камера на берегу точно целее будет. Никита Шишков и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. Ставропольские спасатели, конечно, делают все, чтобы предотвратить несчастье. Но главным помощником в этом должны стать родители. И касается это не только водоемов. Ну а в ледяную ловушку, впрочем, может попасть не только пешеход, но и водитель. Тем более на этих выходных небольшие снегопады тоже обещают. И вот что делать, если в холодную погоду прямо на дороге от рук отбился ваш автомобиль? Как вести себя на льду и как подготовить машину? Скользкую тему разобрал Ярослав Лапин. Несколько месяцев назад мы рассказывали о том, как можно доработать свою обувь для того, чтобы избежать падения на льду. Если мы не всегда можем устоять на своих двоих, то представьте, как тяжело зимой на льду и на снегу управлять целым автомобилем. Многих ДТП на самом деле можно избежать, если знать, как правильно подготовить автомобиль и управлять им в трудных условиях. Хоть синоптики и обещают нам скорое потепление, они не гарантируют полноправной весны. Гололед и снежные сугробы все еще беспокоят автовладельцев. Михаил – инструктор по вождению. Он объяснил, что нужно делать водителю, когда на улице становится скользко. Соблюдение скоростного режима, то есть если 60 знак, по такой дороге нужно еще тише ехать. Дорога скользкая, естественно дистанция, можно увеличивать в 2-3 раза дистанцию. Не то, что на снежной, даже на мокрой от дождя дороге увеличивается тормозной путь автомобиля. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы в норме были именно колеса. Один из залогов хорошей управляемости на зимней заснеженной дороге – это правильный подбор зимней резины. Она непременно должна быть в хорошем состоянии и установлена рисунком протектора по направлению движения. Резина, правда, может все равно оказаться не такой уж и цепкой. Если машину повело, действовать нужно незамедлительно. Если занос выйдет из-под контроля, беды не миновать. Передний привод. Если на повороте, там где-то вас начинает сносить, на переднем приводе немножко-немножко добавляем газ и туда же руль, в ту сторону. Задний привод, наоборот, отпускаем газ, машина выровняется. А вот так выглядят различные ситуации с заносой выхода из них. Не менее важна и правильная подготовка машины к холодам. Все секреты кроются под капотом. Там должны стоять рабочий аккумулятор и полный бачок омывателя. Кроме того, рекомендуется полная замена масла и поддержание уровня топлива на высокой отметке. Ярослав Лапин и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение. Это была только первая часть выпуска, но впереди еще немало интересного. В эфире итоги на своем и вот что подготовили мои коллеги. Его позвало небо. В Ставрополе открылась выставка к 90-летию со дня рождения летчика-испытателя Олега Гудкова. Игра на равных. Удалось ли нашим гонболистам одолеть команду из Таганрога? Мнение нашего обозревателя. Избавим обороты. Как отвлечься от привычной рутины и не потерять в работу способности? Об этом в конце выпуска. Итак, мы продолжаем выпуск. В сферу обращения с мусором на Ставрополье бизнесмены инвестировали уже более 2 миллиардов рублей. Сортировку и переработку отходов в регионе во время рабочей встречи обсудили губернатор Владимир Владимиров и краевой министр ЖКХ Роман Марченко. Как прозвучало, сегодня всю территорию Ставрополя охватывают 4 региональных оператора. В их ведомстве почти 300 автомобильной спецтехники. Теперь основная задача отрасли перейти от хранения мусора на полигонах к переработке отходов для получения сырья и электроэнергии. Региональный оператор стабильно продолжает поддерживать более 170 тысяч наших граждан по льготированию от 30% до 100%. Это тоже немаленькая сумма уходит у региона оператора. И, соответственно, приобретение контейнеров за счет регионального оператора. У нас более 18 тысяч контейнеров региональный оператор сегодня приобрел. А следующий этап – это переработка и утилизация. Не захоронение – это все у нас в прошлый век, а именно утилизация мусора на территории Ставропольского края на 100%. И вот сегодня две сортировочные станции у нас были введены в эксплуатации. В этом году мы еще дополнительно отриводим. И нужно вот за этим смотреть. Обсудили также и вопросы водоснабжения. В прошлом году водоводы заменили в 22 населенных пунктах. Это порядка 130 тысяч абонентов. В этом сезоне планы еще масштабнее – построить и отремонтировать коммуникации в 120 территориях края. Это чистая вода без перебоев для 200 тысяч ставропольцев. Все работы Владимиров поручил завершить до начала жаркой погоды. А на этой неделе поздравляли мужчин. Но праздник – это в первую очередь мужчин военных. В Ставрополь открылась выставка, посвященная 90-летию летчика, испытателя и героя Советского Союза Олега Васильевича Гудкова. Всю свою жизнь он развивал военную авиацию и погиб в небе. Как экспонаты в витринах могут рассказать историю человека? Виктория Шкальная прочувствовала. Его позвало небо. Позвало в детстве и больше не отпускало. Сын военного Олег Гудков знал – он станет служить родине. Задатки конструктора и тяга к самолетам предопределили судьбу. Все детство маленький Олег знал, что будет летчиком, летчиком-испытателем. Поступил в Ставропольское Суворовское училище, после – авиационное, а уже потом – Московский институт. И там остался преподавать. 15 лет работы летчиком-испытателем. Свыше 70 освоенных моделей самолетов и сотни вылетов. Герой Советского Союза. Последние минуты жизни Олег Гудков также провел на высоте. При очередном испытании новые модели самолета у машины вдруг отказал двигатель. И вот самолет на высоте начал вращаться. И у работников музея осталась выписка с магнитной лентой радиообмена того последнего трагичного полета Олега Васильевича Гудкова. Я-530-й вращает, вращает. Я ключевой, не понял, 530-го. Запросите 530-го. Я ключевой, 545-й, там дым. Страва в районе Раменского горит. Горит. Он мог катапультироваться сразу, но были жилые кварталы Раменского. И поскольку он был опытным летчиком, он вывел самолет, отвел от жилых кварталов, но сам катапультироваться не успел. То есть он катапультировался на предельно низкой высоте. Уже, собственно, когда упал самолет на складские помещения фабрики «Красное знамя» города Раменского, и катапультное кресло ударилось о кирпичную стену, и он погиб. Новую выставку в музей заповедники приурочили к 90-летию летчика-испытателя Олега Гудкова. Летно-исследовательский институт передал нашему музею целый комплекс материалов об Олеге Васильевиче. В частности, костюм для сверхзвуковых полетов, высотнокомпенсирующий костюм, шлемофон его. Был передан фильм, точнее копия фильма о том, как 18 апреля 1968 года Олег Васильевич поднял в небо самолет типа «Бесхвостка» с новой формой крыла. И, конечно, такое скорбное свидетельство испытательной работы Олега Васильевича, завершение этой работы – это вот осколок самолета МиГ-25П, на котором он разбился при испытании. Посмертно летчика-испытателя наградили Орденом Трудового Красного Знамени. Выставка проработает в Ставропольском музее-заповеднике до 5 марта. Виктория Шкальная, Юрий Корниенко, Ставропольское телевидение. А теперь к спорту перейдем. Ставропольский Виктор провел 19-й тур Российской Суперлиги. В краевой столице наши гандболисты приняли донских казаков Юфу из Таганрога. В победе викторианцев были уверены многие эксперты, и мы в том числе. Удалось ли ставропольцам одержать третью победу подряд и закрепиться в зоне плей-офф? Узнаете в сюжете Германа Кудеярова. Виктор выходил на площадку в качестве фаворита. Однако у донских казаков были причины биться за победу. Таганрогский клуб борется за восьмое место, которое дает право продолжить сезон в плей-офф. С первых минут никто не уступал. Гости старались играть на равных, и это у них получалось. Команда Василия Филипова грамотно сдерживала центр и успешно атаковала. Донские казаки открыли счет и держали его до конца тайма. Ставропольцы же не отпускали соперников дальше двух мячей и уверенно догоняли. Перерыву на табло ничья 14-14. Команда четко выполняла, наверное, процентов 90-го нападения, то, что я требовал. Не торопились с быстрыми передачами, с быстрыми бросками. Поэтому так и получилось. Защите, в принципе, готовились, справились с центральными взаимодействиями Виктора. К сожалению, три гола забитых с краю. То, что мы ожидали об этом, но наши защитники не справились с этим крайними. Поэтому игра-то и равная была. В начале второго тайма игра в догонялке продолжилась. Только теперь в обратную сторону. Казачий пыл гостей потихоньку остывал, а ставропольцы начинали набирать обороты. Виктор легко вскрывал оборону и блокировал атаки. Блистательную игру показал вратарь Игорь Черников. Он отразил 12 бросков из 20. Потом, уже больше после перерыва, наверное, стали по-другому играть в защите. Да и пропустили там 6 мячей всего лишь за второй тайм. То есть защита очень хорошо сыграла. В любом случае выполнял свою работу, но был момент даже, что я сам от себя удивился, что было такое, что прям эмоционально очень был заряжен. Ну, я почувствовал, что да, кураж поймал. К середине второго тайма Виктор оторвался уже на 6 мячей. Обороты подопечные Сергея Кленова не сбавляли. С каждой атакой счет увеличивался. К финальному сигналу разгром. 31-20. В перерыве сделали выводы какие-то, и они нам пошли на пользу. Поэтому такой счет сами видели. 14 мы пропустили в первом тайме, во втором только 6. То есть сыграли, как мы должны играть, в принципе, от обороны. И, ну, опять же, скажем, что сыграли от обороны и помог вратарь, как и в прошлой игре. Может быть, по большому счету мы посвежее выглядели, да, но они тоже хорошо играли. Наверное, просто наши активные действия в обороне заставили их вот так вот ошибаться. Для Виктора это уже третья победа подряд. Очередные два очка позволили ставропольцам подняться на четвертое место в турнирной таблице. Плей-офф почти обеспечено. Серию победных сюжетов вместе с гонболистами продлили Герман Худеяров, Ярослав Пересыпкин, Владимир Жвакин, Александр Колодко. Ставропольское телевидение. Ну что ж, желаем нашим гонболистам новых побед. Ну а пока сбавим вороты. На этой неделе была одна из самых оригинальных памятных дат. Международный день неторопливости. И его основной смысл – сбавить темп, никуда не спешить, заняться любимым делом и просто насладиться каждым моментом. Но как сделать это не в ущерб ежедневным обязанностям? Виктория Шкальная неспешно собрала советы и сейчас ими поделится. В скорости и прогресса многие забывают о любимых занятиях и приятных ежедневных мелочах. Но как же здорово, не торопясь, приготовить завтрак, взять в руки любимую книгу или просто помедитировать. Целые сутки спокойствия узаконили итальянцы. Этот активный и эмоциональный народ решил официально посвятить наслаждению жизнью один день в году. И теперь он приобрел статус международного праздника – неторопливости. Такой образ жизни популяризируют многие движения и практики. Одна из них – йога. Она ставит своей целью психологическое и физиологическое просвещение человека. Йога для меня – это некоторый способ, чтобы замедлиться, выключить мозги, остановиться, подумать обо всем, расслабиться в конце концов. Мне нравится то, что мне не приходится тягать железо в зале. Мне нравится то, что я могу при помощи йоги привести свое тело в форму, но и привести свои мысли в порядок. Ольга Панкратова – фитнес-тренер и мама. Но потребность иногда включить внутреннего ребенка и уходить от суеты, рассказывает, есть всегда. Ты всегда можешь сделать выбор и уйти просто в позу ребенка. Это такая поза для расслабления. Вот таким образом. Размеренно ходить, разговаривать не спеша, неторопливо мыслить. Попробуйте в такой день замедлить и сам ритм жизни. Еще одно приятное действие – обед можно и нужно сделать неторопливым. Это не только поможет насладиться пищей, но и даже похудеть. А все потому, что организму для чувства насыщения требуется примерно 20 минут. Поэтому с маленькой, но хорошо пережеванной порцией вы все равно выйдете из-за стола сытыми. Своё мнение на такой день неторопливости есть и у психологов. Если мы постоянно напряжены, если мы испытываем кучу негативных эмоций и мыслей и дальше так будем продолжать делать, то как минимум эта жизнь не принесет ничего нам хорошего, а как максимум мы начнем разрушаться. Поэтому замедляться очень важно и прислушиваться вот к этим трем составляющим. Заметить свои мысли, свои чувства и свои ощущения. Важно помнить, что день неторопливости – это лишь напоминание о необходимости всегда думать о себе. Устраивайте себе такие ресурсные дни регулярно. Прислушивайтесь к своим ощущениям и делайте жизнь только лучше. Виктория Шкальна, Юрий Корниенко, Ставропольское телевидение. Ну а такой нам запомнится последняя зимняя неделя в этом году. Меня зовут Никита Шишков. В эфире были итоги на своем. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok